2 октября сотрудники Владивостокского морского порта вышли на второй день митинга против увольнения генерального директора ВМТП Зайрбека Юсупова. Из-за дождя митинг переместился в здание, в остальном все проходит по вчерашней программе. Кроме того, что порт возобновил работу, предприятие все-таки стратегическое. У нас сейчас порт работает в обычном нормальном режиме. Те сотрудники, которые принимают участие в митинге, это сотрудники, которые пришли после ночной смены. Некоторые сегодня пришли в свой выходной. Некоторые сотрудники действительно пошли на собрания с работы. Но они друг друга меняют и порт работает в нормальном режиме, сообщили в пресс-службе ВМТП. 30 сентября на официальном сайте Феско появилась информация. Наблюдательный совет ПАО ВМТП принял решение о прекращении полномочий гендиректора ВМТП Зайрбека Юсупова. 2 октября в должность генерального директора вступает Роман Кухарук. Многотысячный коллектив вышел на защиту своего директора. Компания Феско причины увольнения не объясняет, но коллектив уверен, что их директор стал жертвой конфликта интересов. Транспортная группа Феско задолжала своему главному активу ВМТП колоссальную сумму – 19 миллиардов рублей. Накануне своего увольнения Юсупов потребовал от Феско вернуть долг. За четыре года под руководством Юсупова Владивостокский морской торговый порт провел модернизацию, закупил современное оборудование. Перевалка грузов выросла в два раза. Зарплата сотрудников порта в среднем увеличилась на 30%. Увеличился социальный пакет для сотрудников порта. В совет директоров ушло письмо от профсоюза докеров. Коллектив требует провести переговоры с теми, кто принимал решение об увольнении Юсупова с должности гендиректора. Кроме того, предоставить доказательства виновных действий Юсупова, послуживших основанием для прекращения его полномочий. Также в письме говорится, в случае невыполнения наших требований и невступления в переговоры в рамках примирительных процедур вынуждены будем приостановить работу и объявить забастовку. Руководство Феска в свою очередь распространило среди рабочих сообщение о том, что сегодня в должность вступает Роман Кухарук. Он уроженец Владивостока, хорошо знает специфику региона, работу предприятия, зарекомендовал себя как опытный портовик. Коллектив ВМТП нового директора не принимает и не только из уважения к Юсупову. Портовики говорят, что знают Кухарука и ничего хорошего о нем сказать не могут. Роман Кухарук работал в ВМТП с 2012 по 2015 год. Ни одной проблемы, которая возникала в вопросах ремонта, эксплуатации, машин внутрипортовой механизации, он не мог решить. Он только пытался командовать, но командовать не получалось. Уровень не тот, понимаете? Образование не то, знания не те. С кем он придет сюда в порт? Зачем он рвется сюда? Кто у него команда? Что он планирует делать? Он не может дать ответ ни на один вопрос. Рабочий коллектив ВМТП готов отстаивать свои интересы до конца. Митинги против отставки директора позиционируются именно так. Достойная зарплата и внушительный соцпакет пришли в ВМТП вместе с Юсуповым. Люди боятся, что вместе с ним все это и уйдет. Екатерина Чернакова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.